привет дорогие друзья и подписчики так зоотроп снова с вами мы продолжаем писать историю современной украины и находимся мы сегодня в интересном селе под названием дубки сейчас осталось всего три улицы а когда-то было довольно много жилых домов и большие имения но об этом чуть дальше сейчас мы непосредственно находимся на территории бывшей школы-интерната остались корпуса но интересует сегодня не столько она нас сколько разрушенная интересная графская поместье которая сейчас вот там за деревьями у нас уже виднеется в этим попробуем к нему подойти расскажем вам по крайней мере то что мы про него знаем и покажем что от него осталось и вот мы уже почаще подобрались вплотную к нему это поместье графини глебовой печальное состояние тут был пожар в 90-е годы давайте обойдем с другой струб здесь совсем все заросло и ничего не понятно ничего не видно вам ничего особо не покажем заросли конечно здесь жуткие а еще в копере а идем искать более интересные локации вот мы смогли попасть хоть чуть-чуть вовнутрь потому что там действительно не пролазные чаще такие и вот хотим показать остатки этих руин постройки 18 века очень мало известно про помещицу глебова ну по крайней мере то что мы смогли найти ведь и так вот здесь после пожара все это рушится а самое главное что ему помогают рушится судя по тому как разбирают кирпич судя по тому как отсюда вывозят его все это очень быстро исчезнет с лица земли скажем так это одесская область мы недалеко от коды мы вот мы вышли на более такую локацию в которой видно что с него осталось мы на это место это так называемый графский дом мы все должны были два года назад вы назад выезжать на съемки сереже эльмирой не сложилось у нас серый тебе привет если смотришь но сейчас проезжая мимо я решил все-таки заехать дороги сюда нет ужасно ужасная дорога прямо скажем и конечно печально такое вот состояние но как туристическая локация прямо скажем заезжать не стоит почему почему потому что все что осталось это вот это вот одна часть двухэтажного имения и все тут уже все разрушили вы видите то есть для туристов с точки зрения локаций как я уже повторюсь интереса нет очень обидно и печально хотя было большое имение большой графский дом очень большие земельные наделы у графини видите так вот вот гора кирпича явно выбивается и вывозится отсюда такой вот глуши такие интересные постройки зоотроп работает для вас вас конечно подписка и лайк вы знаете что мы специально ездим по таким местам показываем вам то что от них осталось чтобы хотя бы может быть где-то как-то было запечатлено потому что в дальнейшем лет там через 56 я думаю что здесь уже не останется говорится и следов от всего этого поместья ну а так она нашей пленки как говорится ну в кавычках пленки вы понимаете да на наших носителях она сбережется и вы сможете все его посмотреть самое интересное кирпичи все но или уже маркированные ушли отсюда в коллекции в частные скажем так но по крайней мере вот сколько я хожу маркированный кирпичей нет кирпич обычный но хорошего качества хорошо обожженный в принципе но не маркированный весь может это конечно в стенах еще есть маркированный в советское время здесь я рассказал была школа-интернат и он был до по моему девяносто пятого года будет интересно если кто-то из вас может быть здесь учился здесь жил или работал и расскажет напишет более подробно нам про это место хотя бы скажем так не тогда когда была графиня а хотя бы помещится хотя бы во время уже советской власти когда здесь непосредственно была школа-интернат уверен что многие детки прошли здесь когда-то был детский смех было много чего интересного поэтому хотелось бы ваших воспоминаний вот так вот все это выглядит здесь и сейчас по состоянию на июне 2023 года везде крапива не везде зайдешь потому что крапива такая вот жалющее но особо тут и лестнице как интересно кирпич выхолощивается ведь такие вот дымоходы ой падаю я еще пошел далеко от машины и пошел в шортах вместо вашего одеть штаны не думал что здесь будут такие заросли но заросли присутствуют к сожалению так дорогие друзья зоотроп оказывается самое интересное и конечно я уже сказал мы всегда если нашем пути есть заброшки стараемся начать с заброшек почему потому что это та память которая уходит если восстановленные здания и сооружения или стоящие еще нормальном состоянии еще все увидят то такие мало кто доберется мало кто посмотрит вот если смотреть на инвентарные номера видите инвентарный номер к сожалению полностью не читаемый но это здание находилось я уже сказал на балансе школы-интернат здесь конечно шикарный чистый воздух приятно особенно прошел утром дождик приятно после дождика прогуляться по таким зарослям подышать им но печально что такие сооружения мы просто теряем с точки зрения архитектуры истории и всего того что они нам могут поведать а это сильно очень интересно но еще раз повторюсь с точки зрения туристической локации заезжать не рекомендую во первых дороге нет часть мы ехали по полевым дорогам второе то что прямо скажем на все что вы можете увидеть вы посмотрели нашем видео ну и принципе как бы так это новые корпуса так называемые школы-интернат здесь от которых мы начинали когда-то в них тоже жили детки но сейчас все стоит заброшено запущено никому не нужно так дорогие друзья за троп работает для вас мы двигаемся дальше снимать интересные места интересные локации у нас очень много еще планах всего вам показать спасибо что вы с нами спасибо за подписку на канал и конечно за лайки позже и тут даже иногда это была библиотека еще остались даже книги стоять в этом корпусе тут когда-то была котельная ну вот так вот все это выглядит на сегодня такой короткий маленький ролик обзор это место мы тоже добавили в свою копилку зато земляника растет даже скоро будет земляника дикая земляника так что вот такая вот красота есть у нас в украине погнали дальше